Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Далее информация от наших партнеров. Бизнесу и гражданам спишут часть долгов по налогам. Впервые за 6 лет в стране проводится налоговая амнистия. Россиян избавят от долгов по транспортному, земельному и налогу на имущество, накопившимся до 2015 года. Индивидуальные предприниматели тоже смогут не платить по долгам за этот период. Пенни и штрафы тоже будут списаны. Сделать это обязанность налоговых инспекций, отмечает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Долговики не вправе отказать физическим лицам или ИП в списании долгов по налогам и страховым взносам, если задолженность подпадает под списание в соответствии с законом. За налоговыми инспекциями не закрепили обязанности по информированию физических лиц ИП о принятии решения об амнистии. В связи с этим человек может и не узнать, что попал под налоговую амнистию и его долги прощены. Полагаем целесообразным уточнить своей ФНС, принято ли в отношении вас такое решение. Если да, то рекомендуем пройти сверку с ФНС и получить соответствующий акт. Если такое решение еще не принято, то поинтересуйтесь, когда налоговые органы это сделают. Под амнистию попадают ИИП с долгами по страховым взносам, которые образовались до 2017 года. Правда, не все. Получить помощь специалиста по вопросам списания долгов, а также обратиться за другой помощью профессионалов, можно в компании «Бухгалтер и я» Телефон 46-42-81. И завершение о валютах. Доллар на сегодня 56-39, евро 69 рублей 2 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.